Слово представляется заместителю министра экологии и рационального прежнепользования по Советскому краю Деханину Дмитрию Александровичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас видеть на этой площадке. В общем-то уже далеко не первый раз мы с вами здесь встречаемся. И должен сказать, что меня радует и та представительность, и та заинтересованность, которая к этому мероприятию у нас увеличивается. В первую очередь даже увеличивается. В первую очередь должен отметить, что и для Краснодарского края, и для меня лично сырьевая часть экономики, вот она находится на особенном месте. Лично я уверен, что в основе своей экономики, в общем-то, будущее, не только прошлое, и настоящее Краснодарского края, но и будущее. И здесь у нас есть значительный потенциал, который мы с вами реализуем в ближайшие годы, и будем его наращивать из года в год. В общем-то, и края будет богатеть вместе с Российской Федерацией. Вот и в этом плане должен немножечко, помню, с удовлетворительным словом еще дойду, вот здесь я должен сказать, напомнить всем присутствующим, что у нас всего только два органа, территории края, Российской Федерации, в принципе, занимаются методом. Вот это федеральные органы власти, которые, в общем-то, все основные полезные ископаемые в их полномочиях, органы исполнительные власти субъекта, где фактически это участки методов местного значения, вода и строительные объекты. Вот, да, на уровень органов местного самоправления практически ничего не отводится. Вот, ну, они свою часть готовы любому недопользователю, в силу того, что мы несем с собой инвестиции, для геологи в целом и недопользователей, готовы оказываться действия всецелы. Вот, говоря про полномочия Красноярского края, про наши общероспространенные полезные ископаемые, вот, безусловно, большинство из геологов, которые не занимаются общероспространенными полезными ископаемыми, вот, относятся к ним, ну, наверное, как к несколько младшему брату. Он должен сказать на сегодняшний день, что такое общероспространенные полезные ископаемые. Сегодня в этой отрасли занято уже 7 тысяч человек. Вот, на сегодняшний день, в этом направлении, у нас выдано свыше 330. Вот, ежегодные объемы, хоть бы они казались бы не такими глобальными, глоссальными, но даже в краевом бюджете, вот, только от налога на добычу полезных ископаемых, поэтому добавляют. Вот, поступает уже немаленькая сумма, это все-таки налог небольшой, вот, это порядка 250 миллионов рублей. И сумма ежегодно, это у нас поначалу, вот, 250 миллионов рублей, вот, на сегодняшний день сумма колеблется в районе 450 миллионов рублей, и по годам, в зависимости от инвестиционных проектов, например, достигает 650 места, бывает, немножко снижается, в районе 50 на миллион. Вот, собственно, на сегодняшний день это тоже отрасль, которая сегодня дает основу, дает уверенность в развитии строительства, дорожного, гражданского строительства. Ну, и, собственно, нельзя сказать, что, в том числе, и нашего предопользования, и, собственно, прородники, и нефтяники активно пользуются, и, в общем-то, вот, объемы своих показов для данного давления. Вот, надо сказать, что не только для правительства Кара и для Министерства экологии и рационального предопользования, а общего распространенные и полезные ископаемые являются таким вот камнем для ткновения. Далеко нет. Вот, в предыдущие годы я, в принципе, даже не озвучивал такие. Вот, для нас мы пристально смотрим и на остальные направления геологии, в частности, это, конечно, и золото добыча, и рудная добыча, вот, и медь, никель, платина. В этом направлении, в крае, реализуется программа развития энергетики, вот, в которой мы работаем с крупнейшими добывающими предприятиями. Недобно сказать, что на сегодняшний день, если смотреть на все, то мы видим, ну, при определенных, конечно, условиях, видим значительное рост в ближайшие перспективы в ближайшие годы за счет того, что у нас реализуется инвес-проект на юге Венки, вот, и продолжается реализация проекта Банковского кластер, обеспечивается сокровение объема добычи. Вот, но, помимо этого, нельзя не отметить все успехи, которые реализуются у нас и по сектору, в первых полезных компаний. Вот, безусловно, каждый из нас хотел бы увеличить двое-двое сегодняшнее наше достижение, вот, и в этом плане я должен вас всех заверить, что в случае, если, значит, какие-то проблемы возникают, всегда можно обращаться и в министерстве, и в правительственном будем, и консультировать, и решать проблему, вот, конкретно, что там, что сделать в нужной ситуации, если это проблема с лесом, с пользойностью, еще с какими-нибудь вопросами подключения, а здесь выполнить системные работы, которые, в общем-то, позволяют им все исправить. Вот, одну ремарку по нашей, по нашим полномочиям делаю. А в прошлом году мы с вами, ну, пожалуйста, за прошлом обсуждали вопросы к ускорению увеличивших цен. Вот, на примере Красноярского края мы попробовали, вот, вот, максимально, исходя из законодательства, вот, обеспечить максимальную скорость увеличивших цен. Вот, собственно, здесь федеральное законодательство у нас реализует все. Вот, но результаты, которые у нас получились при всех согласованиях, при полностью, фактически выполнении всей очередности, то есть все заявки, которые нам поступают, мы включаем в перечень, если их нет, в перечне, получаем согласование, то есть мы его прошли в перечень, после этого выставили план на введение аукциона, вот, исходя из наших сил, проводим аукцион. Вот, я должен сказать, что мы получили результат от 6-12 месяцев, в зависимости от наличия, если он есть, там, в перечне, то это 6, очередный, зачастую доходит через 6 месяцев, на получение лицензии на руки уже, там, теми инициаторами, либо победителями аукциона. Вот, в случае, если нужно получить, встать в перечне, лицензии по 12 месяцев. Вот, но в этом направлении тоже был один момент отметить, вот, что мы столкнулись еще с одной проблемой. Годовая лицензия вот за эти два года, по сути, вот, максимально, максимальных сроков, вот, выполняя все заявки, да, в результате, которые, в принципе, поступали, мы столкнулись с определенным перепроизводством. Вот, и на сегодняшний день, работая с этим периодом производства, мы видим, что часть недопользователей подготовили свои запасы, но фактически их реализовать не могут. Вот, и чтобы решить эту проблему, на сегодняшний день, ну, либо часть недопользователей уже заявляется, говорят, что мы, значит, готовы вернуть лицензию, сдает, либо просят ее это приостановить, пропить, право, пользуются не дали. Ну, проблема достаточно с того, кто? Вот, кто, наверное, для всего края, конечно, в первую очередь, для крупных населенных пунктов, но, тем не менее, эта вот проблема, она есть. А чтобы ее решить, на сегодняшний день, ну, как министерство, проводим сбор условных данных для создания стратегий и посредств. Вот, всего того, что, опять же, все мы с вами хорошо знаем законодательство, в общем, заявочного принципа нет, мы не так пользуем. Вот, соответственно, реализация стратегии возможна. Вот, и, в общем-то, опять же путем, на конце ухода планируем, помимо того, что максимально вскоре любят еще лицензии, мы планируем здесь ввести некие регулирования. Вот, я думаю, что в следующем году на эту форму, вот, я поделюсь вам, в общем-то, нашим, можно сказать, пилотным проектом, на примере Краснодарского края, что у нас получилось. Вот, и в завершение своего вступительного вступления и вступления, вот, я должен сказать следующее, коллеги, повторюсь, вот, в случае, если возникают какие-то проблемы, вот, в нашей двери открыты, Краснодарский край заинтересован подразвитие идеологии разведки. Вот, заинтересован во всех отношениях. Начиная с того, что это прямые инвестиции в Краснодарский край, и заканчивая тем, что реализация инвестиций в сфере недопользования, она фактически приводит напрямую к повышению стратегического развития края, вот, и напрямую к повышению благосостояния населения. Вот, во всех стратегических документах, которые у нас записаны, мы готовы придерживаться, в общем-то, наших слов до самого конца. Силы живые, аплодисменты, аплодисменты, успехов.